Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале новой солнечной теплой недели вам. Еще готова чихнуть. Хочу напомнить, что если вы смотрите расклад в тот момент, когда он выходит, то завтра, во вторник, у нас будет прямой эфир, на который я вас всех приглашаю. Пообщаемся. Давно мы с вами не разговаривали, давно не общались, давно не делились. В данном случае, скорее всего, я с вами новыми знаниями. Если честно, то немножко соскучилась. Поэтому жду вас завтра в 21 по Москве. В прямом эфире приходите. Буду рада с вами пообщаться. А мы с вами сегодня сделаем расклад. Сделаем расклад про энергии весны, какие они будут, что нам принесет весна. Опять-таки напоминаю, что да, и вы и так уже знаете, что я не делаю предсказательных раскладов. А скорее всего, общую такую энергию в веянии весны. Взяла классику Райдера Уэйта посмотреть. Не знаю, так захотелось. И вот. И колоду Мона Лиза. Расклад, говорю, позиции перед вами. Первая, вторая, третья, начиная с голубенького камешка. Тайм-коды есть в описании под любым видео. Еще хочу вам сказать, если вы обратили внимание, такой фишку под видео появился новый значок, ножницы. Я увидела его недавно, да, не совсем понимала, что он делает, а оказалось очень важную функцию, ну, по крайней мере, для меня. В чем она заключается? Тот момент, который вам нравится больше всего в раскладе, вы нажимаете на ножницы, и вы его можете вырезать, вот этот вот фрагмент, и потом поделиться в любых соцсетях на свое усмотрение. Ну, либо где-нибудь сохранить для себя, если вам это надо. Я имею в виду не весь расклад, а вот именно какой-то фрагмент. Может быть, вы хотите потом пересмотреть. Ну, вот, что касается поделиться, я была бы вам очень признательна, потому что ситуация сейчас обстоит не очень-то хорошо. Но про это вот, о будущем канала, наверное, поговорим завтра. А сегодня я не буду тратить время на это. Вот, просто хотела обратить ваше внимание, да, о нововведении. По-моему, оно уже месяц где-то, ну, вот, обратила. То есть я видела это, но не задавалась вопросом, что это за ножницы и что они делают. Но, как оказалось, для меня они будут полезны. То есть вы можете вырезать какие-то фрагменты, вот, достаточно просто, и потом делиться в соцсетях. Мне это поможет в продвижении. А мы с вами приступаем. Итак, я сразу хочу сказать, что где-то здесь-здесь я выложу подсказку, то есть ссылку на расклад, который я делала о том, какой будет наш 22-й год, да, энергия 22-го года. Я не знаю, как вы, не знаю, насколько вы смотрите, но у меня есть свои торологи, которых я смотрю на просторах Ютуба. Вот, когда они делают расклады на тему, какой будет год, например, да, либо какое-то время года, я это сохраняю и периодически сверяюсь. Так вот, со своим раскладом 22-го года я сверяюсь, вот, буквально недавно, общаясь с одним человечком, мы пришли как раз к тому, что та позиция, которую выбрала я, и все, что там говорил, уже постепенно начинает проявляться. Не знаю, насколько вам это будет интересно. Вот, посмотреть. Я, по крайней мере, так делаю, да, периодически сравниваю, да, ну, то есть то, что сейчас у меня происходит, и то, что торолог в раскладе говорит, в данном случае я, вот, поэтому посмотрите. Итак, позиция номер один, голубенький камешек, энергия вашей весны. Тройка кубков, прекрасная энергия. И союза, альянсов, соединения. Возможно, здесь будет какое-то вот расширение в коммуникации ваших, с вашим, ну, то есть новые друзья, возможно, появятся, да, новые знакомые. Такая энергия очень легкая, действительно, она весенняя, когда появляется вот какой-то первый результат, да, с чем он будет связан, я не знаю, можно потом в дальнейшем посмотреть, но вот здесь вот ощущение того, да, какого-то праздника по сбору первого урожая. Вообще все тройки, они у нас направлены на расширение, на приобретение, либо обновление, да, вот здесь вот энергии, они такие, они легкие. И это классно, это здорово, почему? Потому что весна, она сама по себе как энергия, да, пробуждения. Вот здесь энергии такие, праздника, общения. Возможно, что-то будет связано либо с вашим окружением, причем очень близким таким окружением, да, либо здесь речь идет о коммуникации. Почему? Потому что тройка, да, если мы смотрели бы расклад на 12 домов, то третий дом у нас, соответственно, непосредственно за близкие какие-то поезды, поездки, переезды, вот встречи и коммуникацию. Поэтому общая энергия, она такая вот весны достаточно легкая для вас будет, достаточно приятная. Ну и, конечно же, старшая аркан силы, да. Вообще энергия весны женские. Вот для вашей позиции здесь энергия весны женские. То ли вы будете больше общаться с женщинами, то ли вот у вас будет больше такой вот женской энергии, да, мягкой. Хочется сказать, вот прям очень много говорить вы будете. Неважно на какую тему, да, но вот здесь вот сообщения, переписки, встречи, коммуникации, разного рода разговоры, но вот это вот все прям непосредственно связано с женщинами. Независимо, да, то есть мужчины можете смотреть, как будто бы в вашем окружении очень много женщин будет. С другой стороны, аркан силы у нас говорит о каком-то подъеме, да. Вот весна, она действительно как будто бы энергетически поможет вам как-то вот взбодриться, ощутить себя сильнее, да. Здесь вот вы как будто найдете в себе какие-то силы справляться, возможно, с вашими эмоциями, да. Может быть, где-нибудь с паникой, может быть, с какими-то переживаниями, волнениями. Ну, здесь такое ощущение, что как-то вот сможете управлять этим, да, собрать в кулак, как говорится, да, чтобы вас не накрывало в негативном ключе на эмоции. Здесь вот подчинение, как будто бы вы научитесь, либо будете справляться с вашими эмоциями. Здесь вот с одной стороны, знаете, как-то вот позитивно, мягко, а с другой стороны, ощущение некой такой свободы передвижения, свободы легкости как-то, вот может быть, свобода слова. Такие вот очень приятные, тёплые ощущения, которые вызывают улыбку на лице. Вот здесь вот такие энергии. Что вам принесёт вообще весна? Движение. Движение, знаете, вот я не случайно сказала пробуждение, да, когда ты просыпаешься и ставишь себе какие-то цели, да, куда ты собираешься двигаться. Здесь ощущение того, что вы будете сконцентрированы, то есть у вас не будет вот это вот чувство, когда я не понимаю, неопределённость, да, вот как-то вот, как размазня. Нет, а здесь такое, знаете, вот очень бодренькое чувство, я хочу сказать слово, а мне здесь уже показывают ситуацию, собранности, да, вот вы будете, такое ощущение, что вы как будто бы собраны, и вот когда идёте куда-то вот в поход, да, и вот вы с вечера собрали все необходимые вещи, да, и утром просыпаетесь в 5 утра, и казалось бы, это вот прям вообще так рано-рано для вас, если вы не привыкли так рано просыпаться, да, но вот это вот ощущение бодрячка, то есть я хочу, не то, что вот я проснулась, ой, дайте мне ещё поспать, нет, вот это вот внутреннее, знаете, желание бодрячка, да, я готов, я готов двигаться вперёд. Такое продвижение, причём оно будет сконцентрировано, направлено на что-то конкретное. На что оно будет направлено? Ну, здесь может быть направлено, с одной стороны, для кого-то на сохранение того, что он уже имеет, да, я имею в виду, то, что ценно для каждого из вас, с одной стороны, а с другой стороны, как-то, знаете, больше, возможно, на экономию финансовую, да, потому что всё-таки четвёрка педаклей, помимо стабильности, это всё-таки материя, материальный мир, да, вот здесь вот оно будет направлено, как будто бы удержать то, что вы уже имеете, если это финансовый аспект, либо то, чего вы уже достигли, знаете, вот как будто бы укрепиться. Ну, причём оригинальное такое сочетание, аркан колесницы говорит о том, что колесница у нас говорит о движении, а четвёрка педаклей она всё-таки сдерживает, да, я бы сказала, такое, знаете, вот сдерживание, сдерживанное движение, да, где-то, где-то это может восприниматься, как внутри будут вот эти вот порывы, хочу сделать вот это, хочу вот это, я не знаю, там, может быть, хочу купить что-то, вот, но что-то внутри вас будет сдерживать и говорить, что нет, не время, не торопись, не то, что не торопись, а пока это не надо, да, отложи, пересмотри, вот что-то тут такое, а что вы хотите сдержать, ну вот, смотрите, двойка кубков, для кого-то кто-то будет держаться за тот союз, который есть, да, вот прямо вот желание его сохранить, утвердиться, да, для кого-то кто-то может будет, знаете, направлен на создание какого-то союза, вот я говорю, у вас весна, да, она как раз-таки связана с взаимодействием как социум, так с конкретным человеком, удержание какого-то союза, причем союза гармоничного, если здесь не затрагиваются вопросы внешнего выстраивания, то здесь, скорее всего, может быть внутреннее вот эта вот гармония, баланс, то есть вы будете направлены весной на то, чтобы, проще говоря, пребывать в состоянии спокойствия, вот мне хорошо, спокойно, и я не хочу, чтобы меня из этого состояния выводили, с одной стороны будут вот эти вот порывы, да, какие-то импульсы, вот мне показывают здесь, знаете, вот импульсивность, вроде сидите-сидите, а потом говорите, слушай, а я хочу вот туда, да, вот как будто бы раньше вы бы встали и побежали, а сейчас как будто бы вы включаете вот свою голову, прежде чем что-либо сделать, думаете, ну да, хорошо, но может быть не время, да, здесь не про лень, здесь не про сомнения, а здесь вот какая-то энергия такая более сдержанная, потому что ощущение того, что вас бы, если бы вы бежали вот за этими импульсами, вас бы умотало из стороны в сторону, а здесь вот как будто бы одна энергия такая вот бурлящая, да, когда вот прорывает плотину, и вот этот вот мощный такой поток, он хочет вас выбросить, да, вот куда-то в новое, а с другой стороны где-то мы ставим вот эту вот баррикаду, да, потому что понимаем, что если прорвет плотину, да, то меня снесет, то есть я как будто бы сам себя теряю, а тут как будто бы дозировано, да, но я не имею в виду в малых объемах, это большие тоже объемы, но не такие вот мощные, как вы как будто бы хотите удержать некий контроль, и я вот в этом случае, я не говорю, что это плохо, это наоборот очень хорошо, потому что иначе вот такое вот ощущение, да, что я как будто бы схожу с ума, то есть всего вот эти вот бабочки, запахи, да, как этот волки в период гона, то есть они неадекватные становятся, потому что вот много прилива вот этой свежей энергии, да, пробужденной внутри вас, либо пробуждающей сейчас, как весна, и здесь такое чувство, что где-то вы себя правильно сдерживаете, а сдерживаете именно в чем? В том, что вы хотите находиться в гармонии, в гармонии внутри себя, то есть вот это вот состояние, когда мне хорошо, мне это нравится, но при этом мы понимаем, что, допустим, если мы входим, я не знаю, либо это профессиональная сфера, либо здоровье, либо отношения, неважно, да, когда мы что-то новое впускаем в свою жизнь, начинаем чем-то новым заниматься, это всегда дискомфортно, а если дискомфортно, то это выбивает нас из нашего равновесия, то есть идет отклонение от баланса, от равновесия, а вы не хотите, и здесь вопрос не о том сейчас, правильно услышите меня, что вы не хотите новое, вы хотите новое, но в большей степени, вот если выбирать новое, да, либо какие-то ваши желания, и гармонию баланса, то вы выбрали бы второе, потому что это не про зону комфорта, а это про, вот, знаете, вот когда находишь, входишь в какое-то вот состояние, дзен, спокойствие, в нем настолько хорошо, классно, что ты понимаешь, что как только ты начинаешь заниматься какими-то бытовыми вопросами, это сбивает, ты выходишь из этого состояния, то есть наш уровень сознания еще не достиг, не дошел до того, когда мы в бытовой жизни, да, все можем делать через состояние вот этого вот дзена, спокойствия, это был бы идеал, да, то есть вот абсолютно все делать в этом состоянии, а у нас нет, мы когда, допустим, там расслабляемся, да, либо находимся в хорошем настроении, мы вот в этом дзен, как стоит чем-то другим заняться, нас это выбивает, поэтому вот здесь вот ощущение того, что вы хотите быть в этом союзе, что хорошего принесет вам весна, ну, хорошего, приятного, шансы, возможности, ну, во-первых, для кого-то принесет деньги, да, потому что это у спиндакли, знаете, вообще я хочу сказать счастье, потому что это у спиндакли, это одна из самых счастливых, ну, везучих, счастливых, не знаю, как назвать, карт, потому что это шанс, это шанс, это возможность, это заземление благ материальных, и в том числе то, что очень ценно для вас, а у каждого для нас свои ценности, поэтому какие-то вот новые возможности даст, во-первых, возможности, вот смотрите, опять выходит умеренность, здесь у нас двойка кубков, а здесь у нас умеренность, про баланс, про золотую середину, то есть для кого-то даст вот эту вот возможность, и на самом деле это очень, в плане развития это очень здорово, почему, потому что находиться в балансе, и при этом, как-то вот, знаете, наслаждаться этим состоянием, чтобы вас не качало на качелек, вот здесь вот ощущение того, что раньше как будто бы вот вас мотало, да, из радости в горе, да, из плюсов в минус, из эмоций, безэмоциональности, а вот сейчас как будто бы вам дается возможность научиться жить по-новому, и это по-новому в контексте именно золотой середины, да, вот вы как будто бы поймете, потому что есть ощущение, такое, знаете, вот искаженное восприятие у некоторых людей, что когда ты говоришь о спокойствии и умиротворении, это как будто бы жизнь, она неинтересна, но нет эмоций, их неинтересна, я не говорю здесь про это, я не говорю о том, что у вас не будет эмоций, я говорю, что внутри у вас будет успокоение, то есть эмоции будут, но вы, они будут как будто фоново, да, то есть вам хорошо фоново, да, и вы наслаждаетесь этим, нет вот этого вот сегодня, ааа, я там прям радостная, рот до ушей, а завтра рыдаю, ну то есть вот нет вот этой вот драмы чрезмерной, а наоборот, здесь вы как будто бы научаете жить, вот в этом балансе, и вам так хорошо, это новое, у вас такого опыта нет, умение быть именно вот в таком, знаете, сбалансированном состоянии, и оно намного эффективнее будет для вас, вы сможете творить в этом состоянии, и работа действовать более эффективно, почему? Потому что вы не будете сливать энергию, то есть ту энергию, которую вы сливали бы на эмоции, вы эту энергию будете направлять, вот поэтому здесь и есть, да, вот эта вот мощная энергия, но сдерживающая, туда, куда надо, и это будет более эффективно, во всех сферах, в которые вы для себя выбираете, это один из шансов, и второй, это вот как раз таки шанс на выздоровление, и очень медленная трансформация, умеренность, это всегда медленный процесс, это медленные перемены внутри нас, которые мы не замечаем, но они будут влиять на проявление нас вовне, то есть если какие-то изменения у вас будут весной, хорошую сторону, потому что ту спиндакли, это будет являться следствием того, что возможно всю зиму вы в себе, ну либо как-то в прошлом, вы прорабатывали, то есть сейчас вы уже видите результаты, но они такие, знаете, плавные, они как будто бы одно перетекает в другое, это не то, что вот неожиданное такое, вы будете понимать, что вот то, с чего я начала в самом начале, тройка кубков, результат ваших трудов, вы постепенно, постепенно будете это видеть, это будет вас радовать, то есть то, когда вы разочаровывались, и вам казалось, что я уже не вижу никакого результата, его нету, вот здесь ощущение того, что оно как будто бы ошибочное, результат есть, и вы постепенно, постепенно будете видеть, маленькие, это небольшие, маленькие, но они такие плавные, они очень гармоничные, вот прям, крутые, хорошо, что заберет у вас весна, ну то есть, что негативного уйдет из вашей жизни, тройка мечей, прекрасная карта, вы прекратите сами себя, сами себе причинять как-то боль, вот это вот, слезы, уйдет то состояние, когда вы были на дне, невозможности реализации чего-либо, вот огорчения, переживания, скорбь, ну то есть, неприятные вот эти вот эмоции, по тройке мечей, связанные непосредственно с дьяволом, они уйдут, уйдет, знаете, то, что вас раньше, возможно, как-то искушало, то, что, как-то, вот знаете, провоцировало, да, вызывало, вам казалось, вот я вышел, на ровный путь, вот я иду по нему, очень классно, здорово, все теперь в моей жизни будет хорошо, потому что я все понял, я осознал, вдруг неожиданно проверка, да, и вы уже, блин, ну сколько уже можно этих проверок, я уже устал, не от того, что я проживаю, а сами проверки, что вот их так много, да, и постоянно надо доказывать, вот здесь вот это вот искушение, эти проверки, они как будто бы уходят, да, причем это проверки не только в контекте людей, это может быть здоровье, постоянно, что-то в физическом плане, да, то одно, то другое, то к этому врачу сходить, то к другому, вот здесь вот, вот эти вот моменты, они как будто бы уходят, то есть дьявол, да, который был направлен на то, чтобы вас развивать, все ваши теневые аспекты, то есть вы уже, знаете, устали, ну я, да, знаю я, что я ленивый человек, да, ну не надо меня все время в это тыкать, и потыкать, то есть вы уже настолько, как говорится, ну, сами себя познали, вот именно в каких-то теневых своих аспектах, что вам уже не нужно, чтобы кто-то их указывал, вы и так понимаете, вы уже и так себя узнали, то есть он был направлен, вот этот дьявол, как раз таки на понимание себя, и тех моментов, когда вы проявляли какой-то вот свой эгоизм, да, то есть вы уже четко знаете, да, блин, я уже знаю, я сейчас так поступил, почему, да, это эгоистично, я осознаю, то есть вот здесь вот такие глубокие моменты, вот эти вот искушения и слезы, из-за вашего какого-то эгоизма, из-за проявления ваших каких-то темных, темных аспектов, из-за такой чувства, знаете, вот когда не то, чтобы я проработал все свои темные вопросы, а аспекты, а здесь как будто бы вы уже знакомы так хорошо, да, со своими вот какими-то, в кавычках, грехами, что, когда надо отдавать, либо нести ответственность, либо отдавать себе отчет за последствия своих действий, да, вы уже не перекладываете ответственность на другого, что там другой виноват, да, вы четко понимаете, что вот здесь вот, ну, это был мой косяк, почему моя, я наступил на эти грабли, почему, да, потому что вот здесь вот, допустим, сработал вот такой темный аспект, там, я не знаю, где-то жадность, где-то, может быть, наивность, где-то агрессия, ну, то есть вы уже понимаете себя, и раньше вы как будто бы это не принимали, это приносило вам боль, то есть вы, допустим, говорили, ну, почему меня предают, да, я же вот вроде бы такой хороший, вот, а сейчас как будто бы вы поняли, в чем причина, это предательство, что на самом деле не вас предают, а просто человек совершает какой-то, ну, свой выбор, да, и здесь вопрос не в том, почему вы принимаете, либо не принимаете выбор другого человека, а, например, вопрос в том, а почему вы выбираете, вы выбираете таких людей, да, то есть для чего вам это надо, вот здесь такие вот глубокие вопросы, вы в них как будто бы разобрались, вот, и теперь вам проще, то есть к некоторым ситуациям вы относитесь более проще, так, что еще, давайте я посмотрю только еще, на что вам нужно обратить внимание, да, либо что как-то вот остерегаться, и все. Так, на что обратить внимание, справедливость, двойка жезлов, и меч. Смотрите, на что вам нужно обратить внимание, на вопросы причинно-следственного момента, такого аспекта, справедливость, аркан справедливости, если бытовой жизни, это все, что связано с документами, что связано с законом, да, это все, что связано с государственными какими-то моментами, ну, например, если это финансовая сфера, это налоговая, заплатить, да, все какие-то счета, все налоги, здесь могут проходить всевозможные проферки, то есть все, что связано с государственным механизмом. Если мы говорим с точки зрения развития, что, в принципе, и самопознание, на что направлен мой канал, то здесь как раз-таки понимание, на что вам нужно обратить внимание, что сейчас вы создаете свое будущее. То, что вы имеете, это следствие вашего прошлого выбора, и сейчас вам нужно стать более решительным. Почему? Потому что здесь такое ощущение, что в каких-то моментах вы им очень долгое время колеблетесь, да, как-то вот хотите принять решение и не совсем уверены, да, и ваша неуверенность связана с вашим прошлым опытом, который вас тормозит. Здесь задача не то, чтобы вы опирались на прошлый опыт, чтобы он вас тормозил, а чтобы вы сделали правильные, верные выводы, а не то, чтобы боялись повтора и двигались дальше. Вы должны быть более, хочется сказать здесь, здравомыслящими, опирались больше на логику. И на те решения, на что вам нужно обратить внимание, на те решения, которые вы принимаете. С одной стороны, вам не хватает решительности, а с другой стороны, вы нужно обращать внимание на, знаете, вот как будто бы взвешивать две стороны в принятии решения. То есть не просто я, вот мне это понравилось, и я иду в эту сторону. Нет, а здесь вот как будто бы более такой анализ головы надо включать, как-то вот больше взвешивать, все анализировать, рассматривать ситуацию всесторонне, не только в двух аспектах, там плюс и минус, а вот именно всесторонне, выслушать все мнения, прежде чем принять какое-то решение, просмотреть все точки зрения, прежде чем принять какое-то решение и научиться принимать эти решения, стать более решительными. Да, почему? Потому что вот здесь вот мне показывают рыцаря кубков и девятку кубков, потому что вы как-то вот больше опираетесь на удовольствие. То есть ваши решения, они больше обоснованы вашим эмоциональным состоянием, нежели логикой. И здесь вот на это нужно обратить внимание. Так, это была у меня первая позиция. Интересно, сколько же я там наговорила там? Как бы так увидеть? Понятно. Много. Так. Позиция номер два. Красный камешек. Вот для вас я возьму вот монолизу. Двоечки. У меня нет готовых вопросов. Все в потоке. Вот какие выходят, да, такие посмотрим. Давайте посмотрим сначала вашу общую энергию, так скажем, веяние вашей весны. Какая энергия будет доминировать? Либо какие энергии будут? Отшельник. Ну, такого, знаете, я бы сказала, уединения человек, который размышляет о том, что он хочет создать на свою перспективу. То есть вы, как будто бы, знаете, немножко отстраняетесь. Для чего? С одной стороны, наслаждаетесь вот этим вот процессом уединения, да, вам хорошо в той обстановке, в которой вы находите. Знаете, как будто бы вот здесь изображен Минкеланджело, если я не ошибаюсь. Либо да Винчи. Не помню. То есть здесь вот изображены симовидные художники, которые рисуют картину луга. Ну, сидит на лугу и рисует вот то, что его окружает. И вот он наслаждается, да. То есть с одной стороны, я что-то создаю, но создаю то, что я, как будто сказать, то, что меня наполняет, да. То есть вот общая энергия. Пускай она вас не пугает, что выпадает отшельник. Здесь не то, что вот вы будете отстраняться от мира. А здесь вот вы как будто бы вот в этом состоянии, в котором вы находитесь, да. Вот ощущение того, что вы на перспективу выстраиваете то, что вы хотите. Вы как будто бы проецируете ваше внутреннее состояние сейчас, такое вот умиротворенное, именно эстетически насыщенное, да. Такое вот красивое, благостное состояние. Вы его как будто бы проецируете. Сейчас чувство такое, что вы сфокусированы именно на то, что вы хотите создать. Все остальное у вас не совсем для вас будет актуально весной. Еще какие энергии, да. Ну вот смотрите, аркан солнца. Вот опять-таки про то же самое. То есть если вы посмотрите, здесь камень, и скульптор из камня создает свой идеал. Создает глотея, то есть любимую женщину. То есть здесь творец, вот у меня такое ощущение, что вот вы весной действительно будете создавать вот какой-то свой идеал, что здесь художник рисует вот эту вот красоту, именно красоту, не что-то такое абстрактное, а именно красоту природы, то, что он видит, что здесь мастер, да, скульптор из камня вырезает прекрасную, красивую женщину. Энергии солнца какие здесь могут быть, да, помимо того, что вы будете создавать, лепить как скульптор то, что вы хотите. Ну, здесь такое ощущение, что вы как будто бы будете сфокусированы либо на профессиональной своей сфере, либо на то, что важно для вас. Если, например, эта сфера касается взаимоотношений, ну, неважно там, любовь, друзья, личные какие-то отношения, то вы будете вкладывать свою энергию на создание того, что вы хотите. Вот здесь вот ощущение того, что вы будете первой скрипкой. Не в пассивности, как обычно вы поступаете, а вы будете активны. То есть здесь вот концентрация на создании, но мне кажется, что здесь больше профессиональная сфера преобладает над какими-то другими сферами. Да, здесь вот как раз король мечей и выпал. То есть вы как будто бы что-то будете изучать, что-то за делом на будущее. Вот это вот общая такая энергия весны. Либо что-то делаете за делом на будущее, либо вкладываетесь во что-то за делом на будущее, либо над чем-то работаете, потому что здесь смотрите так интересно, выпало три аркана и три аркана с изображением мужчин, которые работают. Один рисует, другой скульптор и третий пишет. Такое ощущение, вот знаете, вот как искусство, да, три вида искусства. Как письменность, художественная там литература, либо еще что-либо, как писательство, писатель, художник и скульптор. Такие вот творческие какие-то работы. Вот вы будете погружаться в это и вам это будет очень-очень нравиться. Энергии такие приятные, хорошие энергии, но на всех этих арканах люди в одиночку стоят, да, то есть у вас не будет какого-то взаимодействия с социумом, с внешним миром. Хорошо, что хорошего вам принесет весна? Справедливость, аркан справедливости. Видите, вот такое ощущение, что вы как будто бы будете что-то отстаивать, то, во что вы верите, либо как-то отстаивать какие-то свои позиции. Здесь присутствует борьба. Причем впервые, возможно, для двоечек будет такое, что вы готовы будете к борьбе. То есть у вас нет вот этого страха, что как-то отступиться. Нет, здесь какая-то уверенность, да, уверенность возможно в своих взглядах, уверенность в том, во что вы верите. И вот вы будете отстаивать свою точку зрения, свою позицию, свои какие-то то, во что вы верите. Здесь какие-то сражения идут, борьба, конфликты. И благодаря этому вы как будто бы найдете еще какую-то поддержку, да, то есть будут люди, которые будут протянут вам руку помощи. либо будет какая-то, знаете, конфликтная ситуация, и я не могу сказать, что вы выйдете победителем, но по крайней мере, вы научитесь отстаивать себя, что ранее у вас такого, ну, не замечалось за вами, то есть вы как-то вот уходили от острых каких-то углов. А сейчас вы как будто бы покажете себя, проявите себя, выскажите свою точку зрения, будете уверены в этом, и вы получите поддержку. Поддержку, причем эта поддержка, она будет как-то из вашего прошлого, да, возможно, как-то люди из вашего прошлого вам помогут. То есть это не новые люди, либо какая-то ситуация может вернуться из вашего прошлого, и вы как будто бы найдете справедливость, да, вот в этой ситуации. Я не говорю обязательно, что вы победите, либо проиграете, а здесь вопрос вашей внутренней удовлетворенности, что вот я получил то, что я хотел. Что еще хорошего? Четверка мечей, смотрите, здесь хорошие, вы как будто бы вам будет благоволить, вам будут благоволить небеса, какая-то, знаете, вот помощь сверху, помимо того, что это вот люди будут, да, с прошлого, здесь как будто бы и помощь сверху, в той ситуации, в которой вы были не уверены, потому что здесь маятник, да, который делает какие-то круги для того, чтобы показать верный ответ. Я не знаю, с чем связана здесь ситуация, но вот это вот будет хорошее, вы хочется сказать, получите то, что действительно заслужили, по праву было ваше. Так, какие возможности вам откроет весна? Ну, вот шестерка жезлов, да, ощутить себя победителем. А в чем? В чем? Знаете, вот именно при взаимодействии с другими людьми, я не знаю, что вот у меня такое чувство, да, что как будто вы долгое время работали над своим характером, знаете, в плане какой-то вот уверенности, да, вот мне идет камень, камень внутренний, какая-то опора, фундамент, более какая-то твердая такая позиция, ощущение того, что раньше у вас все было как, знаете, вот водное, как будто бы так, ну, и вашим, и нашим, то сейчас вы как будто бы обретете какую-то вот внутреннюю уверенность, опору, и ваши взаимоотношения с внешним миром, они изменятся, да, потому что здесь шестерка педакли в этой колоде показана, когда женщина дает маленькому мальчику, да, попрошайки денюжки, то есть вот и до этого у нас была шестерка жезлов, да, аркан победителя, вы как будто бы станете победителем именно при взаимодействии с другими людьми, вы, я хотела сказать пример, но нет, не буду говорить, потому что они очень хорошие, такое ощущение, что вы знаете, вот вас долгое время не слушали, и не слышали, и не уважали, а вы вдруг неожиданно, как говорится, назло врагам, в кавычках, все, назло, да, вы повели себя как-то не свойственно вам, нашли в себе уверенность, силу, и проявили себя, и теперь вот к вам как-то прислушиваются, да, ну, как минимум уважают, да, я не говорю, что будут как-то с вами взаимодействовать, либо любить, либо еще что-то, нет, но по крайней мере услышан был ваш голос и ваша позиция, да, вот здесь вот краски королева кубков, то есть то, что вы это как-то предчувствовали, вы это ощущали, вы это, ну, это знаете, вот здесь вы над собой много поработали, и вы получили вот это вот чувство уверенности, да, я победил, победили сами в себе что-то, то, на чем вы работали, то, что вам не нравилось, здесь вы получаете какой-то необходимый вам результат, вот шансы будут направлены на это, хорошо, что заберет у вас весна? Пожезлов, знаете, здесь хочется сказать, либо какая-то вот связь с очень близким человеком, здесь изображено, смотрите, так интересно, ребенок, который держится за руку матери, как за какую-то опору, поэтому я могу сказать, что с одной стороны вас заберет какую-то опору, либо какую-то связь с очень дорогим вам человеком, да, хотелось бы, конечно, сказать, что это мать, потому что здесь все-таки женская рука, либо вот какая-то рука, которая вам указывала путь, вот куда вам нужно двигаться, да, здесь у вас это заберут, и возможно вы будете как-то вот, ну, не то чтобы переживать по этому поводу, а ощутите себя немножко как-то, вы знаете, вот опустошенным, да, в плане того, что я теперь буду делать, да, вот, а как мне дальше двигаться, вы знаете, это вот как у стариков, да, у которых есть палка, на которой они опираются, ну, вот эта, клюшка, как она правильно называется, вот, и некий такой костыль, если его забрать, то как же дальше двигаться, и здесь это будет забирать, скорее всего, в правильном русле, для того, чтобы вот вы вот к этому уроку, о котором я говорю сейчас, да, чтобы вы пришли, чтобы вы в себе, чтобы не кто-то за вас заступался, чтобы вы умели отстоять своей позиции, вы стали как-то более, ну, возрослее, вы уже не ребенок, которого надо вот куда-то везти, что-то говорить, указывать, а чтобы вы научились самостоятельности, вот здесь вот поэтому, скорее всего, забирают у вас какую-то опору, поддержку, какой-то вот фундамент, да, выбивают, чтобы вы научились некой самостоятельности, давайте посмотрим, чему вы должны научиться, почему у вас забирают это, пятерка мечей, вот как раз-таки забирают, чтобы вы научились себя проявлять, чтобы вы не закрывали, стали более яркими, чтобы вы показали то, на что вы способны, показали свою какую-то силу, как-то, знаете, вот вы проявили, заявили о себе, вот то, что я и говорила, вот здесь что-то такое идет, да, как-то вот какая-то такая самостоятельность, что вы перестали бояться, потому что здесь есть какой-то страва других людей, не важно, ближний круг, это дальний, вот стали как-то, хочется сказать, право голоса получили, подводные камни, на что вам нужно обратить внимание, да, либо чего избегать, десятка кубков, знаете, здесь такое ощущение, что избегать, у меня первое слово, такое было, знаете, как будто бы зависти какой-то, вот вашим каким-то новым начинанием, да, будут люди избегать, завидовать, и вот вам вот нужно избегать человеческой зависти, каким образом, ну вот поменьше просто рассказывайте, поменьше о своих каких-то начинаниях, поменьше, здесь ощущение того, что, знаете, поменьше показываете, вот как, у кого-то может быть в прямом смысле детей, а у кого-то вот какие-то проекты, ваши новые начинания, ваши новые идеи, вот пока это все не окрепнет, какие еще подводные камни, а подводные камни могут быть переменой, да, вот колесо фортуны, почему это как подводные камни, потому что это будет что-то такое непредсказуемое, как можно ну на это обратить внимание, да, то есть через понимание того, что может прийти, здесь вот вам нужно войти в состояние открытости, да, то есть пускай придет все, что придет, потому что так или иначе, чтобы не пришло, я на это повлиять никак не могу, я могу повлиять на, знаете, вот как на то, как я реагирую на что-то, потому что здесь могут быть какие-то ситуации, на которые вы вот как на ситуацию повлиять не сможете, но вы сможете повлиять на свою реакцию чем меньше вы как будто бы будете реагировать что ли вот очень ярко реагирует то что не реагировать нереально что-то реагировать как-то более сдержанно тем лучше будет для вас потому что здесь непредсказуемо здесь вам нужно понять по колесу фортуны что ситуация и весна она будет не помимо то что непредсказуемо она будет не постоянно то есть все будет изменчиво только вы привыкли к чему-то и вдруг что-то новое будет происходить поэтому чтобы вас не мат не выматывала эмоционально до этого весна вам нужно просто находиться более знаете вот в позиции не то чтобы наблюдателя а как-то вот проще реагировать да но это вот как магазин в котором заходят абсолютно разные люди зашел человек агрессивный да ну окей он купит все что нужно уйдет это временный какой-то дискомфорт заходит например человек такой открытый позитивный да вам приятно но это тоже временно он тоже уйдет здесь какая-то такая позиция то есть не надо вот как-то включаться на сто процентов эмоционально здесь эмоционально вам не нужно включаться нужно подводные капли вот все будет меняться король жезлов опять вышел у нас художник все будет меняться причем будет меняться очень достаточно так быстро и вы не сможете как-то вот правильно среагировать поэтому чем больше вы будете пребывать каком-то внутреннем спокойном состоянии тем легче вам проще будет как-то адаптироваться под ситуацию а что у нас здесь касательно вот это вот зависти ну а это связано с теми возможностями которые вот у вас будет приходить с чем-то с чем-то новым с чем-то новым перемены с чем у нас связаны а перемены будут связаны с тем что знаете здесь подводные камни еще какие-то могут быть они могут быть позитивные что знаете вам могут приходить какие-то хорошие шансы вот здесь вот красивая какая-то такая ну смысловая десятка педаклей смотрите здесь человек и как будто бы вот этот вот куст как как в пустыне да и на нем есть денежки они как будто бы убегает от него и человек здесь стоит таком удивленном состоянии ну типа это мне что делать хватить и забрать либо там я не знаю либо это иллюзия какая-то и отпустить то есть у меня такое вытащение по этой позиции чтоб вам придут какие-то может быть деньги может быть какие-то материальные ценности какие-то вот что-то такое ценное важное вы от того что вы не поверите вот вы как будто бы сами себе не поверите и вот этим вы отталкиваете какие-то возможности наверное потому что вы привыкли ну в жизни что все трудно трудно а тут что-то такое хорошее пришло и вы каком-то знаете вот включается ваши программы да что ну не может быть чтоб все вот так хорошо обязательно что-то должна какая-то опа всплыть ну вот и вы как будто бы отказывать с ними лучше я откажусь это вот мужчине того что ну если какой-то вот выигрыш большой да какой-то подарок и вот вы начинаете переживать о том что окей я это получу это хорошо а последствия какие будут как-то вот за этапе переживаете с этим будет связано на это обращайте внимание да вот эти вот ситуации когда вы будете неуверенно буду вам вам подсвечивать ваши сценарии ваши убеждения в той сфере в которой это будет всплывает если это финансовая дата и вы будете думать что ну нет ну мне не могу там например там зарплату повысить либо какой-то вот я бонус получу ну такого быть не может вот это вот ваше убеждение да то есть с этим надо работать обратите внимание это то что вас сдерживает поэтому вам говорят вот очень быстрые перемены будут весной вот такая вот у меня была вторая позиция так пошло вот солнышко мы перекроем так мы с вами переходим к позиции номер три зелененькому камешку давайте посмотрим энергии весны и тройки какие какое ваше реение весны да какие энергии у вас будут какие энергии будут у вас 20 аркан суд явление христа народу на либо возвращение блудного сына здесь такие энергии до либо когда какое-то вот соединение семьей может быть либо возвращение какого-то человека которого вы которого вы ждали я просто смотрела здесь какая энергия не ждали 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 да вы долгое время может быть как-то хотели соединиться здесь энергия единение здесь энергия возврата чего-то завершение вот завершить возврат допустим если вам будут возвращаться люди эти люди не будут возвращаться с целью допустим возобновить какие-то отношения такие какие были ранее нет человек тот же но энергия не будут обновлены по-другому если это отношение то по-другому если это там предложение там работа либо еще что-то то что-то другое новое будет исцеление да тоже может быть каких-то очень давних болезни до которые долгое время было нет не новые какие-то там простуды обновления энергии обновления завершение чего-то и начало чего-то нового но вот это вот новое она не в плане абсолютно новое она вам родное она знакомая то есть вы с этим уже так или иначе как как когда-то сталкивались такое знаете ощущение воссоединение родственных каких-то душ то чего вы ждали знаете еще посмотрю такое чувство здесь во первых очень много людей задействовано весной как мужчин так и женщин семья здесь энергия такое интересное с одной стороны показана история о том когда вас изгоняют откуда вы тогда то есть вы попросили какое-то убежище пристанище к чему-то у кого-то и вас оттуда изгоняют и как будто бы вот вы оттуда откуда вас выгнали вы ушли изменились и возвращаетесь уже абсолютно другим человеком у кого-то еще и чувство вы знаете выслали вас куда-то в ссылку вы там пожили поумнели помудрели и вернулись каким-то вот новым человеком и вы вернулись и вами вот все как-то вот восхищаются вау как это тебе удалось мы в тебе не в тебя не верили а у тебя это получилось здесь вот как будто бы изгнание и возврат вот какая-то такая энергия то есть это может касаться людей но и в том числе это может касаться и каких-то ситуаций но трансформация внутри вас произошла то есть вы ушли нищим а вернулись богатым вот как в душевном состоянии так может быть и финансово что это за энергия двадцатого суда вот говорю что это за энергия и вот у меня восьмерка кубков и показывает то что вы оставили позади то что вы поняли что вы должны были это оставить для дальнейшего своего какого-то развития вам этого не хотелось сделать вы не с легким сердцем это все оставляли и уходили но причем знаете туда куда вы шли вы понимали что это трудный путь это вообще не будет легко это будет очень сложно там много препятствий но вот у меня такое ощущение что эти препятствия вы как будто бы преодолели и вернулись победителем и вы вы работали это может быть знаете касаться вашей рабочей сферы какой-то либо профессиональной то во что вы вкладывались вы очень много сил вложили то есть здесь либо деньги либо работа идет спрашиваю во что вы вкладывались в себя здесь изменения были личностного характера как стать независимой иногда это бывает когда знаете родители выгоняют своих детей и вот они начинают с нуля и через какое-то время они все-таки достигают каких-то своих вершин высоты вот возвращаются домой и показывают как будто бы своим родителям рассказывая о своих успехах вот здесь какой-то такой момент насколько человек изменился то есть вот те трудности вот вас откуда-то изгнали либо вы ушли и путь который вы прошли до сегодняшнего момента он изменил вас он сделал вас более уверены вы получили опыт вы у вас есть умение способности разного рода навыки знания это сформировала вас как личность на ваш характер сформировала и вот сейчас вы как будто бы у меня все равно крутится эта мысль да амбак да то есть я вернулся вот 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 такое выражение я вернулся но я вернулся уже другой я уже вернулся я уже вернулся с опытом я уже вернулся независимо вот здесь энергии такие будут и вот этот вот путь который вы прошли он был направлен на то чтобы вы изменились да такое ощущение вот как будто бы показывает огромный период вашей жизни это не год и не два это вот знаете вот именно юность да вот в 20 лет где-то когда ребенок выходит из семьи и потом она возвращается там есть условно говоря на родину когда ему уже там 50 60 то есть понимаете да жизненный путь пройден вот он возвращается и у него уже своя семья допустим у него там свой бизнес дети может быть у кого-то внуки вот он возвращается знаете такую гордо поднятой головой в плане того что вы не верили в меня а я смог у меня получилось вот здесь какие-то такие энергии весны будут хорошо что хорошего принесет вам весна что хорошего восьмерка жертву смотрите во первых здесь такое знаете человек один человек вещает а другие как будто бы то ли молятся то ли поклоняются я говорю вот такая такое вот чувство что вы как будто бы какая-то новость придет к вам либо это вы этот гласшатый который говорит о рассказывает о какой-то ситуации и все люди молятся да за то что вот было бы все хорошо либо они молятся за то чтобы вот ситуация как-то изменилась но у меня такое чувство что все-таки люди здесь молятся вам вот вы как будто бы что-то вещаете что-то рассказываете они молятся на вас молятся за вас но когда какое-то вот поклонение вам идет что-то хорошее эти как будто бы решение у меня идет решение какого-то некого суда когда вы когда одно следство знаете берете и вот сидит этот адвокат или кто за этом нотариус кто кто это человек который зачитывает завещание говорит вот этому дается вот это вот этому дается вот это и вот здесь уточнение что вот это вот человек который зачитывает к называется завещание это вы и вот вот эти все наследники это другие люди которые молятся да вот хоть бы мне что-то досталось вот хоть бы здесь что то такое вы как будто бы ну вот чувство как шестерки пендакли вы раздаете бедным какие-то я не знаю надежды вот что-то такое и это будет хорошие чувство самоутверждение но не за счет других а вот вы и так знали кто вы а теперь вот как будто бы вас признали другие люди вы покажете что хорошее будет весной вы покажете себя в полном свете то что вы скрывали был какой-то у вас как этот туз кармане в рукаве и вот что-то такое и пришло время это показать вот пришло время то ли свою силу проявить то ли свои способности проявить вот люди и как будто бы вот в шоке от вашей хочется сказать идеала какого-то я не знаю от вашей от вашей красоты от вашей силы причем сила она связана с вашей красотой то есть вы как-то вот свою красоту я не имею ввиду физическую вы как-то и и так проявите и здесь не насильственное то есть не то что вы с кем-то воевать будете либо же там что-то такое нет а вот вы как-то вот красивый какой-то красивый поступок и люди в шоке будут как-то вот вы красиво все провернется и вот в этом будет ваша сила да вот в этом будет какая-то ваша мощь девятка педагли на повторе до восьмерка 2 девятки есть какая-то ситуация что хорошего принесет весна завершение разрешения какой-то ситуации где вы сможете показать себя в полной своей косе на что вы способны и вы как будто бы людей будут удивляться здесь этому что-то вы как-то вот умно прокрутите как-то вот покажите себя в другом свете чтобы люди как-то вот зауважали и вот здесь проявление себя то ли вы покажете себя на эти вот иногда бывает такое свечение когда человек достигает высокого уровня духовности он излучает именно вот этого свечения то есть материя настолько одухотворена что она начинает светиться и здесь вот это вот ваше внутреннее свечение будет влиять на других людей через какое-то вот умиротворение что ли красоту особенно на тех людей которые за вами долгое время наблюдали да здесь что-то такое это хорошее какие шансы будут у вас вам даны весной на что ну туз кубков знаете на на наполненность на любовь на выражение своих талантов способностей на а а вот ощутить что вы в центре внимания я не знаю здесь монализа она идет по по базару и держит букет цветов в руках и вот все на нее лавочники вот эти вот смотря да все на нее оглядываются вот я говорю здесь какой-то весной что-то у вас будет такое что вы как будто вы своим внутренним свечением будете притягивать внимание других людей и здесь туз кубков вот этот вот наполненность до шанс какой шанс шанс на любовь шансы на раскрытие своих способностей шанс на вот знаете вот наполненность на чувство внутреннего какое-то вот достоинство что ли вот кто-то здесь такое на что еще вам будет дан шанс чтобы как-то вот вы себя показали вот все на вас смотрят я на вы в центре внимания шанс на какое-то дальнейшее движение вот то куда вы хотели идти вот вам как будто бы дорога откроется знаете дорога откроется на какие-то перемены причем перемены в плане того чтобы показать свое истинное лицо вот я говорю вот здесь все направлено на то что вы показываете кто-то то кем вы являлись то ли маски сняли то ли что то я не знаю и вот это вот возможность у вас будет такая как-то вот проявить себя и удивить других не себя вы и так знали кто вы вот такой какой-то шанс вам дастся перевоплотиться вот не то чтобы переобуться в плохой то есть плохой точки зрения а вот здесь вот именно в позитивном каком-то ключе да то есть проявить себя так как люди от вас не ожидали а для чего вам вот этот вот шанс я не пойму для чего вам важно это показать паша мечей знаете это как будто бы ответный удар на то как бумеранг что ли вот как будто бы люди вас не верили что ли убивали ранили и вот вы знаете чувство когда на зло кондуктор да куплю билет пойду пешком а вот здесь вот не то чтобы на зло кому-то а вот вам делали больно в ожидании того что вы погибнете вот то что вы что вот вас что-то разрушит а вы взяли и восстали причем не просто восстали а вот это вот проблема она сделала вас как-то вы более сильнее что ли она сделала вас более увереннее то есть как закалила да вот путь которые пошли как закалялась стали вас закалила и вы стали ну тверже и увереннее сильнее вот для этого и вот сейчас как будто бы вот весна будет то самое время когда вы сможете о себе заявить не боясь прям знаете с такой уверенностью с одной стороны и с другой стороны какое-то безразличие на реакцию людей потому что вы и так знаете себе цену но вот эта вот уверенность она будет излучаться в какой-то вашей силе и заставить других людей пересмотреть вот не случайно первый аркан был двадцатый до возвращения то что я сказала листа народу да вот именно выражение христа возвращение христа народа до светлые вот это вот просветление человек духовно развитый потом идет в люди он он идет и на него все обращают внимание вот это как из гадки утенок до превращившись в лебедя на него все обращать внимание здесь какая-то вот такая вот трансформация вас происходит не скорее всего уже произошла либо вот эти перемены будут вы и сможете о них заявить хорошо что у вас заберет весна заберет у вас какое-то вы знаете удовольствие когда вы в одиночку сидите и ну как-то сами собой и вроде бы хорошо вроде бы кайфово но при этом как-то вот немножко одиноко от этого удовольствия какое-то вы знаете вот пресыщение вот заберет у вас пресыщение чем именно вы присытились королева жезлов знаете вот вы присытились как раз таки вот этим вот путем человека который самостоятельно себе пробивает путь до чувство здесь до один в поем в поле воин вот вы как один в поле воин и здесь вот это вот ну уже не интересно мне уже не интересно как будто бы чего-то доказывать кому-то как-то добиваться уже самостоятельно вы уже и сами вот вот это вот все как-то вот присытились каких-то непонятных вам побед непонятных действий движений что еще заберет маг знаете заберет вот толким вы были ранее я не знаю что за трансформацию вас весной произойдет токи вы были ранее вы были достигатором ранее вы были человеком мне это надо я это докажу я это покажу себе другим не важно а сейчас это как будто бы заберет заберет вот это вот желание показывать другим вот я говорю как будто бы вот маска спадет и это будет вам это понравится здесь не то что вам это вольно будет вам понравится как будто бы увидите другой вариант возможности существования как можно жить никому там что-то доказывая объясняя проявляя а как будто бы по-другому здесь даже не то чтобы для себя а как-то вот какой-то другой образ жизни поэтому вас забирают вот вот эти вот огненные энергии да какие-то вот из на взаимодействия социумом как дипломаты вот но в этом в этом есть холодность какая-то да в этом есть не отсутствие искренности а вы этому присытились у вас это забирают давайте почему я посмотрю почему король кубков потому что вам как будто бы нужно определиться будет в ваших вашем новом движении дальнейшем вам что-то дадут новое взамен этого взамен вот как о каких-то ваших прошлых позициях что нового вам дают поэтому вот по шпиндакли до вставляете три пажа по шкупку по шпиндакли прям по очереди и по жезлов в дальнейшее движение как-то изучать заново какие-то новые ценности вам дают новые какие-то энергии обучения и дальнейшего движения куда король мечей и королева мечей не знаю то ли возобновление с каким-то вашим прошлым героем вашей жизни потому что здесь пара король и королева мечей мечевые пары это всегда что-то связано с прошлым с бывшими и с прошлым а с бывшими с тем с кем уже расстались тем с кем мы уже не в отношениях но если мы не говорим про личные на какое-то вот восстановление то куда вас ведут к тому чтобы вы стали вот мне хочется сказать коль здесь пара да то есть здесь и мужской аспект и женский аспект мечевой в логике чтобы вы как будто бы стали целостным человеком в плане разумности ну вот так сказать достигли мастерства именно на интеллектуальном уровне вот здесь вот полное мастерство потому что слияние двух энергий активной и пассивной мужской и женской дающий и принимающий да то есть вот здесь две силы и вы как будто бы их объединили но это все на интеллектуальном уровне вы как будто бы на интеллектуальном уровне доходите до какого-то своего мастерства. Какие-то у вас на ментальном плане будут изменения. Туда вас ведут. Хорошо. Подводные камни весны. На что вам нужно обратить внимание? Тройка жезлов. На дальнейший свой путь. На дальнейший свой рост. Как? Куда вы идете? Лестница вверх. Причем кому вы можете доверять? То есть здесь вот непосредственно связано с людьми. Кому вы... Вот вопрос доверия. Кому вы доверяете? На кого вы полагаетесь? Куда вы идете дальше? Да. Подводные камни непосредственно связаны с доверием. Потому что здесь отравленный король кубков. доверился и его отравили. Я же говорю, у вас там вот зависть есть. Поэтому обращайте внимание на тех людей, которые вроде бы вам предлагают какую-то руку помощи, но им доверять нельзя. они, да, им доверять нельзя. Спрашиваю, почему им нельзя доверять? Да, вот на тебе от камечей. Такое чувство, да, что вот эти люди как будто бы хотят позариться на что-то ваше. я не имею ввиду в плане материи, а на какое-то вот ваше состояние, они как будто бы наблюдают за вашим внутренним вот этим вот свечением, да, благостным состоянием. И вот они как будто бы все за вами смотрят. не случайно вот эта вот зависть, да, и ну не с благими намерениями, не с благими, совсем не с благими, потому что они как будто бы бедные духовно, да, и как-то ну вот неискренность какая-то проходит здесь. Знаете, они как будто бы ощущают себя зависимыми, как в каком-то в тупиковом состоянии, безвыходной какой-то позиции. А вы как будто бы нашли. Вот здесь такое ощущение, что вот вы возвысились над теми людьми, над тем окружением, которое есть у вас, и вы нашли выход. И они как будто бы смотрят, и они тоже так хотят, но у них не получится, потому что у них немножко, во-первых, другие задачи, а во-вторых, другой уровень. Вы больше прошли, вы больше осознали, у вас больше духовности, да, вы на другом уровне развития уже, поэтому у вас получилось. Но они этого не видят, они хотят только тот результат, который у вас есть, но при этом не хотят ваш путь. Вот такая вот у меня весна для вас троечки. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы остаетесь со мной, за ваши просмотры, за ваши лайки, пожелать вам отличной недели, и в очередной раз пригласить вас на завтрашний эфир в 21 по Москве. Приходите, мне будет интересно с вами пообщаться. А я с вами прощаюсь, всем отличной недели, кто не придет на эфир, с наступающим праздником, светите, будьте счастливы, больше улыбайтесь, и пусть ваши сердца будут наполнены любовью. Всем пока-пока!